Привет любителям качественного контента! На связи я, Лор, и в промежутке между игробайками и обзорами на разные годные игры я решил чуть-чуть порадовать иготоманов и выпустить видос по готике. Сегодня мы попробуем пройти первую готику без нанесения урона, ну то есть совсем без урона, прям совсем-совсем. Ну а вам я советую заранее налить себе чайку, кофейку, видосей возможно будет длинный и даже, возможно, в несколько частей придется его записывать. Спасибо за ваши лайки, ну а мы начинаем! Для начала обусловимся, что такое пройти готику без урона. Уроном будет считаться все то, что наносит главный герой, то есть безымянный. Если, к примеру, я ударю в начале игры мясного жука, то отыгрыш и прохождение не засчитано. Кстати говоря, во время записи этого ролика я несколько раз перезагружался из-за того, что я мясных жуков дубасил в начале игры, ну знаете, привычка. В общем, если я буду драться на арене и нанесу удар, то также наш мини-челлендж провален. Тем не менее, если рядом со мной будет находиться какой-либо спутник и нпс, например тот же Мордорок, то это не считается за мой урон, следовательно так делать можно. Такая же ситуация и с призывом и существами, которых мы призываем. Использовать их для нанесения урона можно, но нельзя наносить урон самому. Ну а теперь поехали попробуем. После того, как главного героя скинули со скалы, мы поговорили с Диего и диалог завершен. Обязательно лутаем все цветочки, все грибочки, руду на старте, всякие всевозможные факелы, нычки и так далее. Осматриваем сундуки перед шахтой и чуть выше на скале, также осматриваем и саму скалу. Главное это никак не ввязываться в ближний бой и в любой бой вообще, потому что нас-то бить могут, а мы бить не можем и хп у нас как бы не резиновое. После этого мы отправляемся вниз по склону и также лутаем все необходимое для дальнейшего прохождения. Ведь дело в том, что каждый предмет, который можно продать, съесть, будет нам полезен. Потому что, допустим, каждый предмет, который можно продать, это уже руда, которую можно потратить на доспехи, а доспехи — это единственное, что может нам помочь в данном челлендже. Наконец, оказавшись в старом лагере, пора брать квесты на вступление. Да, вступать мы будем именно в старый лагерь, потому что, на мой взгляд, прохождение за старый лагерь — более легкое, квесты все изичные и как бы вступим мы без проблем. Итак, для начала нам потребуется купить меч Уистлера у Фиска. Никакого нанесения урона, просто подошли, купили меч, отдали меч, профит. Твой меч у меня. Я же говорил тебе, что это будет несложно. Затем нам нужно у Слая спросить про Нека. Стражника мы найдем недалеко от лагеря, и главное, ни в коем случае не бить кротокрысов. Ни в коем случае. Просто быстро пробегаем в пещеру, берем амулет Нека и убегаем обратно в старый лагерь. Сдав квест на Нека, бежим на арену и деремся по очереди с Кирга и с Харимом. Ну, вернее, как деремся? После всего этого нам потребуется сдать квест. Разумеется, Скатти будет недоволен проигрышем, но он зауважает нас так, как мы попытались дать отпор наемнику из нового лагеря. Тем самым квест будет частично сдан. Потом мы бежим к знатному медвежатнику Кфингерсу и учимся у него вскрывать замки отмычкой. После того, как мы научимся взлому, все, он готов поручиться за нас перед Диего. А главное, все это время, напоминаю, мы не сделали абсолютно ни одного удара. Уже неплохо, не так ли? Но мы продолжаем и бежим к Декстеру, который попросит нас достать редкий рецепт зелья у Коргалома. И тут внимание, как вы помните, важно получить пятый уровень для вступления в любой из лагерей игры Готика. Поэтому нам нужно получить как можно больше опыта и из-за этого, собственно, и делаются почти все квесты в старом лагере. Ну а дабы добыть рецепт, мы берем с собой идола Порвеза из старого лагеря, который доведет нас до Болотного. А по пути сможет вырезать зверюшек, даря нам на халяву очки опыта. Важно натравить на него всех зверей, которых сможем. Это и ящерицы, и падальщики, и волки, и все-все-все, кого сможем найти по пути следования. Вплоть даже до Рамракориса, если кто-то из Хищрицы, его довести и сделать так, чтобы Порвез еще этот бой как-то выиграл. Ну а далее мы добегаем до Болотного лагеря и бежим к тому самому Коргалому, у которого просто взламываем сундук и забираем себе рецепт. Почему так? Да потому что он его сам никогда не продаст, и разговаривать соответственно с ним бессмысленно. Ну а далее мы возвращаемся в старый лагерь тем же путем, а по пути все и вся, что можно мы лутаем. Ну и добежав, говорим с Декстером. Сдаем ему квест и отправляемся к Торусу, у которого предстоит взять не менее интересный квест на то, чтобы выгнать Мордрога из лагеря. Но тут я думаю вы догадались, что мы будем делать. Мы, естественно, берем Мордрога с собой, якобы чтобы он нам показал, где новый лагерь находится. А по пути травим на него всех хищников долины, что попадутся под руку. Наконец добежав до нового лагеря, Мордрог отдаст нам кольцо, которое поможет при вступлении в ряды нового лагеря. Не спешим убегать обратно в старый, а бежим выполнить пару квестов в лагере воров. Нас очень интересует поговорить с Ларсом, ведь за это дадут опыт, а также мы должны выполнить его квест на избавление Исидора от болотника. Но для того, чтобы это сделать, сперва нужно поговорить с идолом Каганом, и у него мы также берем квест на распространение болотника. После всего этого мы бежим к Исидору и предлагаем ему сбагрить болотник. Естественно, сразу он не соглашается, и его нужно споить пивасиком. И после того, как споили, мы сможем спокойно сдать квест Ларсу, получив еще такого драгоценного для нас опыта. Вот теперь можно и потихоньку чапать в старый лагерь, по пути подлутывая травку и грибы. Когда мы прибежим к Диего, надо будет взять у него квест на список в старой шахте, куда мы и отправимся. Бежим в шахту и не спешим, войдя в нее, говорить сразу с Яном. Дело в том, что тут есть пара легких квестов, которые дадут профит в виде руды и опыта. Нужно, например, обмануть стражника, что стоит около своего сундука. А затем нужно обмануть стражника, что стоит на посту возле хранилища припасов. В обоих случаях вам помогут каторжники Алиф и Снейпс. После того, как вы встретитесь с этими стражниками позже, они лишь немного озлобленно поговорят с вами, а вдобавок ко всему прилетит немного опыта. Поэтому сделать это обязательно нужно, ведь нам нужно получить пятый лейвел для вступления в старый лагерь. Итак, наконец мы забираем список у начальника старой шахты Яна и выбегаем на поверхность. Абсолютно никакой сложности не считая того, что нужно стараться не умереть от попадающихся по пути врагов, которые могут слишком быстро оттяпать все ваше хп, в то время как вы не можете нанести ни одного удара. Мы возвращаемся к Диего и он говорит, что мы молодцы, на момент этого диалога обязательно должен быть пятый лейвел. И вот мы уже идем к Торосу, а Торос посылает нас к Гамезу. Идем к последнему и предлагаем свои услуги. Напоминаю, что при диалоге с Гамезом нельзя указывать строчку с Юберионом. Мы не можем быть знакомы с лидером Братства Болотника и, соответственно, за это мы поплатимся жизни. Вот и все. Мы вступили в старый лагерь, а значит уже как минимум начало Готики можно пройти абсолютно не нанеся урона. Ну что ж, на этом я думаю эту часть можно закончить и сделать ее вводной, так сказать. Спасибо за просмотр и за ваши лайки. Ждите продолжения. Ну а с вами был я, Лор. Играйте в хорошие игры! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова